Партнер нашего проекта букмекерская компания Тенниси. Фантастическом, великолепном, потрясающем матче с фантастической интригой, в котором было забито много голов, целый один, Ювентус, Рома. Вот все, за что мы любим чемпионат Италии по футболу. Ну а Кирилл Дементьев, скорее всего, я так думаю, начинающий предприниматель, поделится профессиональными секретами о том, как разбавлять коктейли, чтобы гости этого не заметили. Но это мое предположение, это не точно. Это 4D четкий футбол, подписывайтесь на наш канал в Ютьюбе, не пропускайте наши выпуски, мы выходим не один раз в неделю, а бывает, что и два. Ювентус одержал седьмую подряд победу в чемпионате итальянской серии А и выиграл у Рома, у другого клуба, который, как и Ювентус, выбрался в плей-офф лиги чемпионов. Несмотря на то, что во втором тайме Рома мячом владела больше, несмотря на то, что единственный мяч забили туринцы до перерыва, который стал победным, умница Манджукич поборолся, но преимущество в классе между Ромой и Ювентусом было очень велико. Если бы Рома все-таки сумела сравнять счет во втором тайме за счет, наверное, случайности, потому что моментов практически не было у римского клуба, то можно было бы говорить просто о том, что Ювентусу не повезло. Единственная претензия в реализации могли быть туринцы почетче, но Ольсен здорово играл. Разница в классе между Ромой и Ювентусом пугающая, и даже выход Джека в концовке, казалось бы, вот вышел Джека, навешивай, у Ромы не получилось даже этого. В общем, Рома производит впечатление очень грустное. Да, команда молодая, нога старается, временами неплохо прессингует, это есть, но не с Ювентусом он и бороться, не с Ювентусом. И я так думаю, что в отдельном конкретном матче может бороться Ювентусу, может быть, Наполе, может быть, Интер, но не Ром. И мы напоминаем вам, что какие бы матчи вы ни смотрели, у партнера нашей программы БК Теннисе уникальные эксклюзивные линии, то есть разработанные специально под матчи, которые только у Теннисе есть. Там очень много действительно любопытного, а может быть и неожиданного, так что если вы прогнозами интересуетесь, обязательно полюбопытствуйте и не забывайте про фрибет при регистрации на Теннисе Бет. Короткие итоги первого круга немецкой Бундеслиги. Они заключаются в том, что второй круг получится очень интересным. Мюнхенская Бавария, прижатая к стенке, израненная и скандалами, и травмами, и различными разборками в руководстве, неожиданно вот в таком состоянии резко пришла в себя. Там заиграл Франк Рибери, последний сезон в Бундеслиге, последний сезон в Баварии. Рибери забивает в четырех матчах подряд, Бавария выигрывает пять матчей подряд и громит франкфуртский Айнхрехт, который в полном порядке в этом сезоне. Вот Бавария показала, что когда ее к стенке припрешь, этот настоящий баварский характер, он возвращается и помогает добиваться положительных результатов. При этом Дортмунд очень здорово реагирует на поражение в Дюссельдорфе. Практически идеальный матч с Мюнхенгладбахом провела дортмундская Баруссия. Выиграла, может быть, не так уверенно по счету, да, 2-1, и встреча получилась тяжелой, но в конце концов Гладбах это не какой-нибудь там, я не знаю, Гройтерфюрт, это команда, которая в Лигу Чемпионов рвется. Но Дортмунд полностью контролировал ситуацию на поле, не позволял сопернику практически создавать голевые моменты, очень здорово атаковал сам, мог забить и третий гол, и четвертый. Кроме того, Пако Алькасер получает травму, его меняют, на поле выходит Марио Гетце и показывает, что он действительно набрал отличную форму, делает две голевые передачи. Марио Гетце очень много бегает, очень много борется, работает на команду, создает моменты, в общем, приятно на него посмотреть. Ну и кроме того, другие события тоже заставляют нас верить в то, что второй круг получится самым интересным за последние годы. Противостояние Баварии и Дортмунда в борьбе за чемпионство, а может быть, еще и Гладбах вмешается, кто знает. Кроме того, огромное количество претендентов на Еврокубковые места, на Лигу Чемпионов и Лигу Европы. Ну, сами судите, Эрби Лейпциг, Айнтрахт, Герта, неподалеку Хофенхайм, который не собирается сдаваться, я еще забыл Вольсбург, который мне не нравится, поэтому я про него говорить не буду. Но, тем не менее, команда высоко в турнирной таблице располагается. И что еще любопытно, да, ну, Шальке уже вряд ли вмешается и поднимется высоко в турнирной таблице, поборется за кубок, зато. Байер. В Байере будет настоящий дурдом, друзья мои, потому что Байер расстался с Хайко Херлихом и назначил главным тренером Петра Боша. Вы помните, что он творил в Боруссии Дортмундской? Линия обороны расположена у чужой штрафной, при этом попытки высокого прессинга, то есть совершенно самоубийственная тактика, никакого плана Б. И если вот Байер будет так играть с тем подбором футболистов, которые есть у этой команды, я напомню, там впереди Хайвертсбрандт, Белораби, Фолланд, великолепный подбор, сзади достаточно медленные ребята, Джонатан Тай, я не знаю, как он будет бегать от чужой штрафной, до своей, когда команда будет выходить из атаки в оборону. В общем, это, я думаю, что Байер будет играть примерно так, там, 7-4, 3-8, 11-6, 8-2 и так далее и тому подобное. В общем, и веселым будет второй круг Бундеслиги и борьба за выживание еще, что отдельно нужно отметить. В этом сезоне в Бундеслиге нет по-настоящему слабых команд. Нет Айнтерахта из Брауншвага, нет Гройтерфюрта и так далее и тому подобное. Нюрнберг, Дюссельдорф, Штутгарт, все они вполне боеспособные ребята, все они дают бой в каждом матче, там хорошие футболисты, они стараются играть в футбол, так что и борьба за выживание получится очень интересной. И Бундеслига уходит на зимнюю паузу, но мы пока будем наслаждаться другими чемпионатами, например, чемпионатом Италии. 1-0, 0-0, минус 1, минус 1 и так далее и тому подобное. Я считаю, что Манчестер Юнайтед должен сделать все возможное, чтобы назначить Маурицио Покетиньо главным тренером. В первую очередь потому, что тем самым клуб признает, что совершил большую ошибку. И когда отпустил на покой сэра Алекса Фергюсона, нельзя же его было в конце концов вечно мучить. А когда последовало его совету при назначении преемника. И тогда Покетиньо был тоже уже одним из кандидатов, и у него даже было собеседование с великим сэром. И он рассказывал, как у него натурально дрожали колени перед этой встречей. Но Фергюсон выбрал своего соотечественника Моэса, и тем самым Юнайтед погряз на годы. Сначала в шотландской посредственности, затем в китайском мандаринстве Луи Ван Галли, ну и затем в особенности Жозе Мауринио. Это особенность, которая уже идет ему примерно как Соеву Пенсне в известном фильме. То есть никак. Вот, и теперь, если удастся назначить Покетиньо, это будет отказ от всех этих неверных шагов и попытка все-таки выбраться на нормальную человеческую дорогу. Да, Сульшер выиграл первый матч, но это, по сути, игроки выиграли. Они просто таким образом показали Жозе, как он их задолбал. Эта победа над Кардифом, это в первую очередь привет от футболистов, особенному Жозе Мауринио. Но, мне кажется, что Юнайтед нужен Покетиньо. Начинаем наш грустный хит-парад с Жозе Мауринио. Все мы его уважаем. Жозе Мауринио, вы мужчина, вне всякого сомнения, мощный, сильный и с эффектными речами. Но Манчестер Юнайтед явно освободился после того, как вы уволились, прежде всего психологически. Конечно, скорее всего, это разовая такая вспышка, дальше будет посложнее, но чувствуется, как футболисты воспарили над полем. В общем, и без Мауринио у МЮ бывает все хорошо. Далее Лучано Спалетти. Вот Александр Дорский, большой поклонник Лучано Спалетти. Но Интер не выиграл. Очередной матч, прямо скажем, такой серединка на половинку. Состав у Интера, ну, достаточный, по крайней мере, чтобы хотя бы изображать преследование Ювентуса. Я думаю, что уж не хуже, чем у Наполя. Я думаю, что лучше, чем у Ромы. Лучше, там, тем более, чем у середняков итальянского чемпионата. Но вместе с тем, Интер то выигрывает, то нет, и дела у Спалетти идут. Нет, они не идут неплохо, но они не идут хорошо. Ну и главное разочарование, ребята из River Plate. Гошинос, что вы наделали? Выиграть у Боки для того, чтобы не попасть в финал клубного чемпионата мира. Это вам, в общем, с детьми, с детьми пока играть. Ну, как так можно? Верните звание сильнейшего клуба Буэнос-Айреса достойно. А теперь наш хит-парад сильных, а в сильных сегодня ветераны. Потому что мастерство не пропьешь, даже если ты находишься в Гудауре. И отмечаешь что-нибудь с Кириллом Дементьевым. Итак, на третьем месте Арис Адурис, которому уже 37 лет. Вы видели, как он исполняет пенальти без разбега. Это же прекрасно. И в очередной раз он это продемонстрировал. Раз, бэм, воротарь вынимает мяч из сетки. Хотя, возможно, когда-то еще только учился играть в футбол, а Адурис уже играл. Во втором месте Франк Рибери. Сколько лет уж говорят, пора Рину Робану и Франку Рибери на пенсию. И временами кажется, что пора. А потом раз, это знаете, как такие гаснущие звезды. Потому что они вроде гаснут, но запасы тепла, которые в звезде по-прежнему очень велики. Они вспыхивают. И снова звезда загорается иногда на достаточно серьезный промежуток. Айнтрахт загорелся вместе с Франком Рибери. Дубль. На первом месте Серж Пелесье. Один из моих любимых футболистов итальянской серии А. 39 ему. Сейчас он забил Интеру. Он спас для Кьева ничейный результат. Если вы, в общем, не знаете, что это за футболист, просто посмотрите в YouTube. Во-первых, он очень техничен. А во-вторых, Серж Пелесье играет за Кьева с 2000 года. 17 лет в одном клубе. Хотя его приглашали. Больше сотни мячей за Кьева. Он действительно прекрасный футболист. Жаль, что, наверное, скоро закончит карьеру. Но он сегодня первый в нашем хитворале. Поддержу коллегу Стагниенко в его особом внимании к старперам. То есть, просто к ветеранам. И особенно к Сержу Пелесье, который нас все еще старше. Ну, то есть, он всегда нас будет старше. А вот в футбол играть будет еще, к сожалению, недолго. Так что давай, ветераны, дави всякую зеленую молодежь. Ну и по части лузеров тоже в какой-то веке я с ним согласен. Мауриниус, Палетти, все это, конечно, не то. Ну, а вот то, что он обрядился в цвета клуба Покахуниус, чтобы потроллить Риверплейт. Вот это выговор с занесением в личное дело. У меня вопрос к Кириллу, который, естественно, следит за чемпионатом Германии, где бы он ни находился. Кирилл, что случилось в Баварии? Еще месяц назад казалось, что Ковач вот-вот будет уволен. Команда его откровенно сливает. А тут пять побед подряд. Просто вынос Франкфурта на выезде. Забивает Франк Рибери. Ну, что же случилось? Что произошло? Да ничего особенного не происходит. В Баварии играет по-прежнему она, в общем, как говно. Но, во-первых, игроки там по-прежнему хорошие. Сливать тренера Ковача откровенно никто не собирается. Да, он их там не убеждал и продолжает убеждать. Но это не значит, что сезон надо пускать под откос. Не значит, что нужно отставать от Баруси еще там на шесть или на девять очков. Поэтому Уда бед на Баварии очки набирает. Тем более, в последних матчах конкретно Франк Рибери нашел в себе третью или четвертую. Уже не знаю, какую молодость играет практически как в лучшие годы. Но со структурной, с игровой точки зрения ничего особенного в Баварии не произошло. Субтитры создавал DimaTorzok